В Международном пресс-центре ЦИК «Южная Осетия» оглашены данные о ходе голосования на выборах президента республики на 16.00. Общий процент проголосовавших по республике составил 52,10%. По территориальной избирательной комиссии города Циньпал 47,4%. По территориальной избирательной комиссии Циньпальского района 54,3%. По территориальной избирательной комиссии Цаусского района 58,1%. По территориальной избирательной комиссии города Квальца 61,3%. По территориальной избирательной комиссии Циньпальского района 65,0%. По территориальной избирательной комиссии Ленингурского района 60,1%. Общий процент по Республике Южная Осетия, принявших участие в повторном голосовании по выборам президента Республики Южная Осетия на 16 часов составил 52,1%. Для освещения второго тура президентских выборов были аккредитованы 58 корреспондентов. Государственные СМИ Республики Южная Осетия в количестве 21 единицы, российские федеральные информационные ресурсы в количестве 37 единиц. Процедура обретаться обязательная. Все списки журналистов есть у правоохранительных органов, которые находятся на всех избирательных участках. Поэтому посещать избирательные участки и работать вообще по второму туру президентских выборов имеют право только аккредитованные корреспонденты. Комитет информации и печати в свою очередь оказывает любую поддержку, содействие своим коллегам из Российской Федерации, если возникают какие-нибудь вопросы. Пока на данный момент никаких нарушений о явке либо не ответованы корреспонденты на участках, либо в СМИ, которые, скажем так, неюжественны в нашей республике, пока таких сообщений не поступало. По данным Министерства внутренних дел приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на избирательных участках. На данный момент зарегистрирована одна жалоба от международных наблюдателей на депутата парламента. До окончания выборного процесса подробности инцидента не разглашаются. Жалоба находится на рассмотрении, по ней проводится расследование. У ВД города Схенвал зарегистрировано одно заявление, подписанное тремя международными наблюдателями, аккредитованными Центральной избирательной комиссией республики. В жалобе указано, что со стороны депутата парламента Республики Южная Осетия были предприняты препятствующие действиям и противозаконное вмешательство в деятельность международных наблюдателей. По данному факту проводится проверка, после чего правовая оценка действиям депутата будет дана прокуратуре республики. По данным прокуратуры Республики Южная Осетия, в их ведомство жалоб не поступало. Международные наблюдатели считают выборы состоявшимися. Делегация Северо-Осетинского парламента во главе с председателем счетной комиссии парламента Республики Северная Осетия Алания Юрием Габараевым рассказала о ходе голосования на избирательных участках. Депутат парламента Республики Северная Осетия Алания Виталий Чельдив отметил, что во время первого тура активность была выше. Первый тур, когда наши коллеги из парламента тоже здесь присутствовали, мы наслышаны, как это все происходило, обменялись мнениями, даже сегодня с коллегами по телефону общаемся. И, конечно, первый тур был намного, я не знаю, как сказать, организованнее или более динамичнее, все это происходили выборы. На сегодня мы посетили около 7 или сколько, 9 участков мы посетили избирательных. Активность средняя, даже скажу так, пока ниже среднего, 30, где-то 40 процентов. Ну, еще не вечер, как говорится, люди подтягиваются обычно к концу дня голосования. Говорят, что есть нарушения. На мой вопрос, какие нарушения, они говорят, попозже. Мы, говорят, составляем протокол. Ну, мы надеемся, дождемся, узнаем, что это за нарушение. Но таких грубых, то, что мы видели, мы не заметили. Но, со слов наблюдателей, какие-то моменты есть. Это станет известно чуть позже. По данным ЦИК, в республике присутствуют более 30 международных наблюдателей из пяти стран. Российской Федерации, Приднестровья, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Республики Абхазия. Марьяна Чочиева, Альдина Чихоева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.